здравствуйте дорогие друзья вновь эфире передача просто о вере и я ее ведущий священник сергий рыбаков мы две беседы два понедельника мы уже посвяти посвятили музыки красоте музыки музыки как пути который выводит нас к красоте с большой буквы я напомню что красота это одно из имен божьих и иногда к богу есть совершенно разные пути кто-то к богу приходит через науку кто-то через чтение каких-нибудь сакральных таинственных текстов кто-то приходит через музыку много музыкантов много композиторов которые проделали именно такой путь к богу они вдруг услышали и поняли для себя бога через созвучие через гармонии через ритмы которые вдруг они начали ощущать есть такой замечательный популяризатор классической музыки он читает огромное количество лекций по всему миру издано немало фильмов где он учит собственно говоря слышите понимать музыку михаил козинник есть такой замечательный наш соотечественник который удивительно взахлеб рассказывает про музыку так вот он говорит о том что если брать пирамиду всех искусств видов искусств то на вершине этой пирамиды всегда музыка не тексты потому что музыка выводит нас в над вербальный в над словесный уровень понимания жизни и мира и себя самого это то что мы можем считывать без слов но еще один наш замечательный класть и классик тютчев говорил в своем стихотворении селентиум что мысль изреченная есть ложь и поэтому лучше конечно когда мы неизреченно разговариваем и друг с другом с богом и самим собой вот об этом обо всем мы говорим уже вторую третью передачу сегодня говорим с мульти инструменталистом николаем николаевичем ангелов николай николаевич здравствуйте добрый вечер я прошу прощения краткость и не моя сестра поэтому такая долгая вводная но полилось уж как полилось николай николаевич мы договорились что сегодня вы как человек сфера сферы музыки ну дадите какие-нибудь рецепты как музыку классическую слышать как ее понимать как ее чувствовать может быть поделитесь какими-то своими личными рецептами как вы для себя когда-то открыли музыку ведь классическую я имею ввиду которая как мы определились прошлый раз религиозно в своей основе ведь вы когда-то начинали играть но условно говоря народные песенки какие-то такие ну советскую классику да там нас утром встречать прохладой которую пела ваша мама и так далее это все таки не классика мирового масштаба а потом как-то вы пришли к классической музыки значит вы что-то в ней расслышали научились ее слышать вот давайте поговорим о музыке как о способе созерцания мира как о способе слышания некоторых зашифрованных на богом посланий что и как надо слышать в музыке научите нас о маэско да задача не простая но дело в том что все люди разные есть люди которые сразу чувствуют музыку понимают ее вот есть люди которые не чувствуют но понимают что-то другое не то что они там не чувствительны ну начнем с того практически надо детей обязательно обучать музыки причем обучать лучше всего даже индивидуально это я лучше самый лучший вариант почему потому что только когда вот сидит учитель и ученик это передается вот или хором когда поют дети но этим я не занимаюсь ансамбль у меня есть но вот индивидуальное обучение когда педагог музыкант и ребенок сидит там же не просто задача но по крайней мере у меня научить его там играть на гитаре на саксофоне мне надо начали к этому научить его поставить голову а потом уже руки это руки поставить потому что когда стоит голова руки уже будут то что что надо и всегда будет помнить это главное вот любой профессии здесь и в жизни вот поставить голову а когда поставлена голова уже можно идти дальше а что это значит пока это звучит красиво метафорично но я думаю что для наших телезрителей требует пояснение что хорошо поставить голову хорошо поставить голову дело в том что мы делаем движение определенные движения они бывают спонтанные да это нормально а здесь когда мы занимаемся музыкой каждое движение должно быть выверено то есть выверено поставил посмотрел расслабил дернул то есть в этом в это время в тебе ничего не должно быть чтобы это механизм это машина вот с этого надо начать чтобы она работала четко если это начинает работать медленно медленно ты уже видишь то есть ты можешь уже лучше медленнее чем быстрее лучше тише чем громче и хорошо должно быть сразу в этот момент должно тебе хорошо быть все если рука напряжена не хорошо все вот хорошо все и здесь приходит муза я вот пришла к вам за час и начнем играть вот так меня учили всю жизнь я так учился искал учителей когда мне уже был и под 60 таких людей которые этим обладают вот и все и здесь уже вот это вот пришло вот это вот это рельсы подготовить на которые можно ставить а потом постепенно давать какие-то произведения простые и главное что он полюбил эти маленькие произведения полюбил что не просто я хочу там что-то сыграть там лунную сонату там или испанские ритмы давай сыграем все 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 здесь очень сложно потому что он хочет ему испанию играть а ты ему предлагаешь там пам 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 вот это здесь чтобы он полюбил вот это там пам часы там сейчас нет этих часов которые ходят и вот с этого можно уже начать его приучать к музыке рекомендации все-таки для музыкантов до для тех кто начинает играть а вот я сажусь я совершенно не музыкально не одарен допустим у меня нет никакой предрасположенности к музыкальному инструменту но я сажусь и слушаю николай николаевич который играет не знаю там кстати интересно да что я бы может быть сегодня хотел бы тоже это как-то обсудить например седьмую симфонию шостакович которая сыграна в блокадном ленинграде впервые почему кстати говоря да то есть вот классическая музыка в городе который умирает где люди едят людей где все ужасно боль страдания почему вдруг возникает намеренное желание там сыграть музыку классическую что она должна исцелить но это отдельный вопрос это может быть вы сами к этому как-то в ходе разговора вы выйдете но вот я например сажусь и для меня николай николаевич играет седьмую симфонию я вообще не не понимаю вот как же мне научиться то понимать так чтобы меня это захватило чтобы меня у меня открылся рот чтобы я хотел чтобы это все заканчивается но я здесь немножко пойду по другому пути иногда может быть и не нужна седьмая симфония совершенно не нужно может быть и не нужно вот надо смотреть на то что на что на что реагирует человек что он может принять в данный момент то есть к чему у него аппетит если он не ест вот это блюдо и он говорит это вкусно попробуй он и ест не вкусно вкусно попробуй это уже тоже не педагогика вот здесь надо начать вот ну как сказать ну начать то что ему нравится может быть ему нравится там какие-то группы а потом сказать а вот есть группы которые играют на биланчетах а потом он а потом он послушал ага а может быть там а там что-то другое то есть в этот лес надо брать за ручку идти вот так вот то есть надо конкретно вот нельзя сказать что делать посажу людей они будут слушать у меня шостакович я могу конечно взять автоматская так ребята слушаем шостаковича все будет сидеть слушать шостаковича но это понятно они просто выполняет какую-то задачу о которой мы поставили или смерть или это вот дело в том что вообще поскольку мы говорим о боге бог это прежде всего свобода иисус христос это был свободный человек прежде всего правильно это всего он был совершенно свободен вот у него был отец вот ну потом я уж не буду разбираться как это пошло это уже не мои не мои компетенции и в музыке тоже самое это душа вот если душу почувствуешь человека ты найдешь к нему слово он тебе поймет вот у нас сейчас извините на помоечке вот если витя он сейчас холодно накрывается одеялами вот там отделение одно свободное сейчас он там пленку сделал и жена ему суп посылает сама носит я ношу видите суп горячий давай вот он не так не руку по кулачок протягивает так стукнутся кулачками ну тут у него все это понятно вот человек душа вот и чужие буду про шостаковича говорить вот он стукнул ему хорошо благодарю вот жене ну помолись за нее там юлия дал вот все вот эта музыка вот с этого начинается музыка а потом уже можно взять там та-та-та-та-та-та-та-та знаете в чем дело вот с этого начинается музыка вот найди эту струну поговори с ним а потом возьми на велончельки что-то сыграет то что я же играю на ночи в детских садах играя вот она у меня там туда это Вот это король, четвертый, вот это королевич, это королева плачет, пошли воевать, и король, и королевич, а это принцесса, ждет принца, когда же он придет, время-то уже пора нет, а там его разбойники встретят. Ну там целая у меня такая, вот, и музыка началась, музыка это открытость, вот если открыт, то это музыка, я так думаю, вот, иногда надо быть закрытым, понятно, держать дистанцию, но музыка, она не держит дистанцию, она вот какая есть, она заходит, там вот эти группы, туда-сюда, там все, она заходит и говорит, о, наконец-то пришли люди. С которыми я могу, ребята, это очень важно, но тут главное, надо уважать этого человека, и тогда ты его можешь спокойно взять за руку и привести к серьезной музыке. Означает ли это и наоборот, действует ли обратное, что если я музыкант и хочу что-то донести, то я должен быть заинтересован тем, кто ко мне конкретно сегодня в зал пришел и слушает меня, а тем, кто пришел в зал, им нужно поинтересоваться, ну, если уж не тем, кто играет, то, по крайней мере, кого играют. То есть, например, Бетховена невозможно понять без его печальной любовной истории, например, некоторых произведений. Когда он там пришел, вылезет, будучи, да, в петле откровенно, готов был покончить с собой из-за несчастной любви, вдруг он в этот момент в петле слышит мелодию, которая, как бы, не знаю, и является ответом Бога ему, и ответом на его внутренние какие-то чаяния, он вылезает из петли, и сочиняет, и пишет, и это его исцеляет и врачу. Да, он... В этом смысле, конечно, зритель должен знать немножко, да? Правильно я понимаю? Ну, здесь интересный такой вопрос. Вот, допустим, восточные музыканты, индийские музыканты, ну, Индия — это колыбель цивилизации, понятно. Вот, когда он выходит, музыкант, он говорит, что вы будете играть? Я не знаю. И вот самый последний момент, он видит публику, видит себя, и понимает, что сейчас надо играть только это, только это надо играть, эту рагу, эту культуру, и он попадает в десятку, потому что он выходит, во-первых, он выходит, у него есть уже посыл, он с чем-то идет, не то, что я вам должен сыграть, они поймут меня, они поймут. Недавно приезжал виолончелист, играл хороший виолончелист, везде были серии таких концертов, бесплатный совершенно, ну, молодой виолончелист играет программу, там, соло виолончели, Баха сыграл, потом современные произведения соло, вот, он сыграл на высочайшем уровне, все прекрасно, вот. Вот, не буду называть имена, вот, а там пришли люди обыкновенные, и я думаю, вот здесь бы, конечно, ему, к сожалению, вот, надо было просто видеть, вот этим людям, может быть, современная эта музыка совершенно не нужна, вот сыграть Чайковского, грустную песенку, там-пам-пам, лебедя, та-та-та-та-та-та, они посидели все, а он уже его подняли на такую высоту, че я там буду играть в репертуар музыкальной школы? Но самое интересное, один маститый музыкант говорит, слушая уличных музыкантов, я иногда у них учусь откровенности, свободе и легкости, вот это очень интересная вещь. Вот, Римский Корсаков, Бородинк и Мусоргский, это была могучая кучка, они говорили, консерватория сушит мозги, а Петр Ильич Чайковский, сам преподаватель, говорит, Лейпцигская консерватория, самая консервативная из всех консерваторий, это он говорил о музыке, о своей, то есть музыка Чайковского в эту консерваторию не зашла, не пошла, это бывает очень часто, это в любой, в любой бывает, и это очень важно, вот эта вот свобода, она, но свобода, свобода именно с любовью. Знаете, я сейчас себя поймал на мысли, удивительно то, что вы говорите, что музыка, получается, является формой диалога, то есть формой разговора, человека с человеком. То есть я понял ошибочность своего вопроса даже, да, научите нас слушать музыку, это, это тупое, прикладное, прикладной подход. Нет, можно. Ну да, вот именно это диалог, Господи научи, Господи открой, но это же вот, когда мы говорим про молитву, это же не просто шаманские камлани, когда мы просто, условно говоря, заклинания какие-то с бубном скачем повторяем. А это обращение к тому, чтобы то вечное мне неподвластное инобытие распахнулось и вошло в меня, и для этого я распахиваюсь навстречу. Ну а если я понимаю, что помимо Бога как личности, есть еще личность Николая Николаевича как музыканта, есть там, не знаю, еще личности, которые стоят за Николаем Николаевичем, которых он играет, тот же Бах, Битковин, Моцарт, Шостакович, Прокофьев и так далее, то я должен быть распахнут им навстречу. И мне кажется, в том числе, вот видите, я тоже задавал же вопрос, почему так сложно слушать людям классику, потому что людям сложно коммуницировать, потому что людям сейчас очень сложно говорить, очень сложно слушать, очень сложно находиться в присутствии, когда мы находимся при сути другого. Вот другой сидит со мной, и не я тут главный, да, и я там хочу, чтобы он мне, как там, кукушка славит петуха за то, что славит он кукушку, или как-то там поет он петуха, а здесь другой. И вот мне для того, чтобы войти в пространство другого, мне нужно разомкнуться, сойти, так сказать, с позицией себяцентричности. Стать другим тоже. Вот я и вы это одно, потому что нас создал Господь. Это да. Но при этом есть разница идентичности, несмотря на то, что мы одно, мы все равно разные. Ну, когда мы понимаем друг друга, мы уже, идентичность мы убираем, она уже уходит, это как столбы, на которых наше эго стоит. Ну, я так просто говорю, условно. Она стоит, вот, идентичность, я что-то знаю, я не знаю. Некоторые ставят, это как в предлогах, а вы какое образование имеете, и все. Ну, это, я не знаю, есть такие люди, им надо просто поставить человека. Это уже я не буду, там, это профессионально. А в данной музыке этого не делается. Она потому что преодолевает, кстати говоря, я тоже вот подумал сейчас, что она преодолевает определенные барьеры. Ведь главное препятствие на пути к диалогу, это какие-то есть внутренние к этому диалогу барьеры. Ну, главный барьер, это, конечно же, мой эгоизм, например, когда я хочу, чтобы меня слушали, а я только говорил. Это барьер, очень серьезный, его надо сломать, потому что диалог, разговор, который будет утешением и радостью друг для друга, для двух людей и более, он тогда только получится, когда я отвлекусь от себя и увлекусь Николаем Николаевичем, например, Николай Николаевич отвлечется от себя и увлечется мной, тогда происходит удивительный обмен, обмен вот этим... Батюшка, извините, но и наоборот, когда я настолько увлекусь собой, что я забуду самого себя. Да. Я забуду самого себя. То, что я себе представляю, это не я, фамилия не я, профессия не я, а я нечто другое. Вот когда я забуду самого себя, а вы забудете самого себя, тогда, как говорил 9 симфония Ветховен на слова Швили, объединитесь миллионы, хватит воевать, объединитесь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, поет оркеста. Та-да-там-та-дам-па-па-па-па-та-та. Вот это вот, международно, вот, вот это объединитесь миллионы, все, когда ты открываешься, вот это самое, это суть, это суть всего. Ну, я, извините. Нет, ничего, здесь как раз вообще не за что извиняться, потому что это, мне кажется, это мысль, к которой мы шли все эти три передачи. Да, да, ну, просто очень много подходов. Можно бы дойти, вот, я говорил, да, про Феофана Затворника, который получил письмо, он говорит, муж не верит в Бог, занимается химией. Он говорит, это через химию он поймет Бога. Сейчас физики уже нашли эти частицы, которые как хотят, так и себя ведут. Вот при этом я буду так себя вести, при этом буду так себя вести. А как, мы же люди, мы же ученые, мы же т-та-та-та-та-та. И как они себе могут себе позволить? Как вот и пибицу прислали в маломалышевку с консерваторским образованием. Он запел, о-о-о-о. Да ты че поешь, как молчица-то, да пою по-другому. А в Польше запретили в хутора никаких профессионалов не пускать. Вот как они поют там тысячу лет, пусть они поют. Кстати, ведь я вот сейчас вспомнил, когда прошла реформация в Европе, вот все, собственно говоря, наши эти музыканты Бах, Бетховен и прочие, они же ведь до этого существовал очень серьезный языковой барьер. Язык богослужения исключительно латынь, которая была не знакома крестьянам, простолюдинам и так далее. Поэтому для них богослужение это была какая-то, там не знаю, соловьиная песнь. То есть они приходили, они наслаждались максимумом, там не знаю, созвучием каким-то, не понимая совершенно текста, молитв, которые здесь произносятся. И, собственно, один из пунктов претензии Лютера был в том, что богослужение должно вестись на национальных языках. И вот тогда вот все эти композиторы, все эти фуги, которые писали, они же брали в основу простолюдинские песенки, убирая их содержание. Но когда входишь ты в костел, ты за мелодией, слышишь мелодию тебе уже давно знакомую, это такая какая-нибудь пастораль крестьянская, которую они пели где-нибудь в полях, нагруженная просто другим текстом. И вдруг происходила вот эта вот самая коммуникация и соединение, опять же, к вопросу о диалоге. В этом смысле, конечно, удивительно, сейчас вот я вспомнил в связи с вашим рассказом, как музыка на самом деле призвана объединять миллионы. Да, да. А если вот все-таки вернуться, у нас немного уже времени остается до конца эфира, все-таки мы так много проанонсировали разговор об исцелении музыкой. Вот как вам кажется, не надумана ли эта функция у музыки? Она действительно способна врачевать и исцелять? И кто способен усвоить это лекарство? Ну да, вот у меня есть знакомый музыкант один. Вот, честно, правда, как-то мы не общаемся по телефону. Вот. Он говорит, я послушаю музыку этого композитора, у меня одно давление. Слушаю другого, у меня другое давление. А это индивидуально или это действует независимо от слушателя? Я думаю, что врачевание – это тайна вообще-то. Ну, это понятно. И в Питере был человек, который занимался музыкальной терапией. Вот. И там просто фантастические вещи проходили. Группа сидит, слушает музыку, кто-то выходит. И то, что здесь вот они понимали, он там через четыре комнаты, он говорит то, что вот он чувствует. Это было то же самое. Ну, вот Шостакович говорил, что музыка исцеляет. А у него здоровьем был достаточно сложный проблем. Даже ему дали первый этаж, чтобы он не поднимался туда высоко в квартиру. Я думаю, ну, конфуции летел музыкой. Вот. Там были целые большие камни, чаши. Вот. А потом сам ритм, ну, ритм литургии, допустим, он ритмично проходит. Это тоже по музыкальным канонам. То есть это так вот идет. Это так вот, это так. И когда ритмично, это настрой твой. Ты настраиваешься. Все у тебя меняется. Вот это, я думаю, что безусловно. А потом, почему люди застолья раньше сидели, застолья, начинали петь. Я помню, вот все садятся и петь. Я помню, пришли на день рождения, сели в три часа. Где-то, наверное, в десятом часу закончили. И вот там был Евгений. Так он сегодня пел. Ну, все пели. Все поет, 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 поет. И вот этот день рождения там, не знаю, прошло много лет уже там. Я помню, что вот это было какой-то необыкновенный день рождения. Пение там все. Ну, если хочешь быть счастливым, пой. Если хочешь быть с друзей, да. Если хочешь здоровым, пой. Пение, это дыхание там. Ну, это не важно. Кстати, про дыхание. Я вот сейчас вспомнил историю Грига. Это же человек, у которого были очень тяжелые, сложные заболевания, легочные, дыхательные. И вот его этот, это утро Грига, когда... И теперь он-то... Да, 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 да. И вот, насколько я помню, тоже где-то я вот эту лекцию когда-то что-то, вот у меня сейчас всплывает в ходе нашего разговора какие-то отрывочные знания, что он, значит, создал эту музыку таким образом, чтобы грудная клетка вырастала. То есть он начинается с маленьких каких-то таких флейточек, потом, значит, это идет нарастание, нарастание, когда ты видишь гигантский шар солнца, всходящий где-то за горизонтом. А вот тут происходит удивительное соединение с этой музыкой, с визуальным рядом, который возникает в голове, когда ты слышишь название. То есть ты понимаешь, что речь идет про утро, и у тебя как будто бы реально альвеолы наполняются, полные грудь там и так далее, и так далее. Ну, а потом в пещере горного крыла, вот контраст такой, да. Да, конечно, Грик Эдвард, это прекрасный композитор. Сибелиус тоже, Ян Сибелиус, концерт. Да, это, во-первых, это удивительные люди, конечно, это просто это люди уже удивительные музыканты. Ну, да, как они удивительно работали с собой, со своим здоровьем через музыку. То есть это же тоже, они же писали, понятно, что для какого-то слушателя, но ведь и для себя тот же самый Бетховен с его несчастной любовью, это какая-то удивительная форма, ну, как бы сейчас бы в психоанализе сказали, сублимации, да, попытка вылезти из петли через трансформацию каких-то своих чувств и своих переживаний. Грик, который там от чахотки страдал легкими, взял и, а как ты еще расширишь свою грудную клетку? Сейчас бы для наших комитников, которые переболели, это подошло, да, которые там отлежали в реанимации. Вдруг начинаешь слушать вот в абсолютной тишине комнаты эту музыку, и ты чувствуешь, как расширяются эти твои легкие. Николай Николаевич, к сожалению, время нашего эфира и сегодня подходит к концу. Надеюсь, мы хотя бы даже, может быть, не давая каких-то прямых установок, не давая каких-то прямых рецептов, так, в лоб, но через наши такие вот разговоры с любовью о музыке привлечем внимание людей к этому удивительному виду искусства. И, может быть, люди для себя распакуют то, что для них пока еще неизвестно. И, может быть, этот голос музыки, голос, который надсловесный, да, вот опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, сидит японец, слушает Баха, сидит русский, слушает Баха. И они друг друга понимают, потому что входят в удивительное пространство языка Божия. Надеюсь, что вот мы это смогли через наш разговор донести, распаковать эту красоту. И эта красота, дай Бог, ей кто-то, может быть, воспользуется, она кого-то исцелит. Будем надеяться. Спасибо, Николай Николаевич, огромное. Спасибо вам, батюшка. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни вас Господь. Спасибо. Спасибо.